Когда увидим, что враги окружили нас своим вселукавством, которое есть уныние, разленение, или расслабляют душу сластью похотную, или не дают перенести гнева на ближнего, когда он сделает что не должно, или отягощают очи наши к вожделению телес, или хотят увлечь нас ко вкушению сладких яств, или слова ближнего делают для нас ядом, или нас побуждают уничижить словом другого, или внушают различия полагать между братьями, говоря «этот хорош, а тот худ», так когда окружит нас таковое, да не возмолодушествуем, но паче, да воззовем в крепости сердца, как Давид, говоря «Господь защититель живота моего», «ащего полчиться на мя полк не убоится сердце мое, ащего станет на мя брань на него асуповая, едину просих от Господа то взыщу, ежи жить ими в дому Господне вся дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святы его, яко скрымя и вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги мое». Сие свойственно воздвигшим ум свой от мертвых дел, которые апостол называет ночью, говоря «не смы ночи, не жить мы». Обличая же неродящих о себе, говорил он, «спящий Бог в ночи спят, и упивающийся в ночи упивается». И еще «день Господень, яко тать в ночи тако придет, и не имут избежати, потому что они в ночи суть». А к тем, которые воздвигли ум свой от страстей, коей суть ночь, он говорил «сына весущей дне, да трезвимся, о болгшися в броню веры и любви, и шлем упования спасения. Сотворим оба все, трезвенствуя умом от мертвых дел, и внимая душою всякой час, чтобы не делать ничего, кроме естественного, потому что естество наше изменчиво». По слову Исаии пророка, который сказал, «Милостив к тебе, Господь, смиренная и колеблемая, не имелаясь и утешения. Ибо душа похожа на железо, которое, если будет оставлено в небрежении, ржавеет, а когда разожгут его огнем, то огонь очищает его, и пока оно в огне, подобно бывает огню, и никто не может взять его в руки, потому что оно — огонь. Такова и душа. Пока пребывает она с Богом и приседет ему, да то ли бывает огнем и попаляет всех врагов своих, доведших ее до заржавления во времени родения ее. И сей огонь делает ее чистой в обновлении, как железо, и она уже не услаждается ничем мирским, но упокоивается в естестве своем, которое восподобилось, так как оно было первоначально ее собственностью. Когда же она оставит свое естество, то умирает. Ибо как животное умирает, если погрузить его в воду, потому что оно из земной сущности есть. Опять и рыбы, если попадут на землю, умирают, потому что они из водной сущности суть. Равные пернатые, будучи на воздухе, в покое пребывают, а когда спустятся на землю, боятся, как бы не поймали их, так и совершенная душа, пребывающая в естестве своем, когда оставит естество свое, тотчас умирает. Почему сделавшиеся достойными и сподобившиеся даров он их, смотрят на мир, как на темницу для них, и не хотят смешиваться с ним, чтобы не умереть? Такая душа не может уже возлюбить мир, хотя бы и пожелала, помня о прежнем своем состоянии, в каком находилась прежде, чем стала пребывать в Боге, о том, что наделал ей мир, и как сделал ее пустую. Но как когда в город войдет враг царя, и мужи града из страха дадут ему руки, он тотчас спешит по злобности своей, изображение царя уничтожить и законы его отменить, затем вводит другие законы тяжкие и ставит свое там изображение, а, наконец, все множество народа заставляет работать себе. Когда же граждане тайно дадут знать истинному царю, говоря «Приди, помоги нам», и он, разгневавшись на врага своего, придет со своим войском, тогда граждане, услышав о том, с радостью отворяют ему ворота, и он входит и убивает врага своего. Изображение, поставленное им, насильственно уничтожает и законы отменяет. Город радуется. И истинный царь, восстановив свое изображение и свои законы, живет в нем, укрепляет его, чтобы никто уже не завладевал им, и живущих в нем научает воевать, чтобы они без страха были пред всяким врагом своим. Такова и душа, которую после святого крещения опять насильственно завладел враг, смирил ее всякими срамными своими кознями, образ царя низложил и поставил свой и свои законы, заставил ее пищи с о делах мира сего, научил действовать нерадиво и нечестиво, и вообще сделал ее такую, какой хотел, но которой, наконец, благость святого и великого царя Иисуса послала покаяние и возрадовалась душа. Покаяние отверзло вход, и великий царь Христос, вошедший в нее, врага ее истребил, образ его и нечестивые законы его изгладил, и, сделав ее свободную, поставил в ней святый образ свой и предал ей свои законы, и все чувства ее научил воевать, и, наконец, почивает в душе он и, потому что она стала его. Так бывает с душою по милости Божией. Итак, невозможно душе войти в покой Сына Божий, если не имеет она образа царева. Как монеты никто из купцов не принимает и не дает, если она не имеет изображения царева, не взвешивает ее весовщик, и царь не допускает ее в свою сокровищницу. Так если и душа не имеет образа великого царя Иисуса, то не допускают ее войти ангелы, и сам царь отревает ее, говоря, как ты вошла сюда, не имея образа моего. Знамени же образа сего есть любовь, ибо он сам сказал, «О, всем разумеют вси, як у моей ученицы истия, ащи любовь им эти между собою». Но любви его невозможно быть в нас, когда душа разделена, и Бога ищет, и мирское любит. Как птица не может полететь одним крылом или имея что навешанное на себя, так и душа не может преуспеть по Богу, будучи связанной чем-либо из мирского. Как корабль, не имея чего-либо необходимого в нем, не может плавать, так и душе невозможно переплыть в волны страстей, если она не имеет какой-либо добродетели. Как матросы не носят хороших одежд или перчаток, или сапог, и в случае нужды не могут плыть, если не будут ноги, так и душа не может переплыть в волны сопротивных духов злобы, если не будет обнажена от всего мирского. Как воин, исходя на брань против врагов царя, не может устоять против них, если, не имея чего-либо из всеоружия, так невозможно монаху противостоять страстям, не имея какой-либо из добродетелей. Как когда в городе, огражденном стеною, малая часть стены будет разрушена, то враги, желая войти в него, все внимание свое обращают на эту разоренную часть, чтобы войти через нее. И хотя стражи есть при вратах, но они не могут устоять против врагов, если не воссозиждется разоренная, так подвижник-монах, когда им обладает какая-либо страсть, не может устоять против врага и достигнуть в меру совершенства. Не я сие говорю, но и Божественное Писание говорит. Так в книге Бытия написано «И рече Бог кною, тя единого видих праведно вроде сем и совершенна». Опять и Аврааму сказал он «Буде непорочен предо мною, и полужу с тобою завет в завет вечен». Исаак же, благословляя сына своего Иакова, сказал ему «Бог мой, да укрепит тебя, чтобы ты возмог исполнить всю волю Его». Опять в книге чисел написано «Всякий, кто имеет обет на себе, да воздержится от питья вина, и отца винна, и секера, и от всего, исходящего от винограда, даже до кости». И во второзаконе «Аще изыдешь и ополчитеся на враги твоя, сохрани себя от всякого слова зла, доколе предан будет в руки твои враг твой. Из седьми же народов сих не уставляй никого из них, имеющим дыхание, да не научат тебя согрешить и предо мною». Толкование на Евангелие от Луки Стихи 19-22 Ирод же четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба, и Дух Святый не сшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий «Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Евангелист к месту вставил здесь слово об Ироде. Он как бы так говорит, «Хотя народ весьма высоко думал об Иоанне, но Ирод, обличаемый от него, ко всем злодеяниям своим прибавил и то, что заключил его в темницу, повествует как бы с глубокой скорбью и сильной жалостью о том, что Ирод так неправо поступил с Иоанном, тогда как народ имел о нем высокое понятие, отверзло с неба для того, чтобы нам показать, что крещение всем отворяет небо, запертое Адамом. Дух Святый не сшел на Иисуса, чтобы мы познали из его, что и на нас, когда крещаемся, приходит Дух. Ибо Господь не имел нужды в Духе, но все творит ради нас, и Сам бывает первенцем во всем, что мы имели принять впоследствии, чтобы быть первородным во многих братьях. Как Голубь, чтобы мы научились, что и нам должно быть кроткими и чистыми. И как при Ное Голубь изображал успокоение гнева Божия, так и здесь Дух Святый, потопив грех, примирил нас с Богом. И Сын слышит глаз от Отца произнесенный, чтобы показать, что и нам, крещаемым, Он даровал Сына положение. В Тебе, Мое благоволение, в Тебе я успокоился. Когда душа придет в познание себя самой, тогда она из себя самой износит теплоту некую и стыдение боголюбивое. Ибо не будучи возмущаема заботами житейскими, она любовь некую к Богу отражает из себя в мире, соразмерно взыскуя Бога мира. Но это памятование о Боге Взыскуемом скоро рассеивается. Или потому, что впечатления чувств окрадают сию память. Или потому, что естество паскудости своей скоро изждевает свое собственное добро. Почему эллинские мудрецы, чего хотели достигнуть через воздержание, того не имели как должно? Потому что ум их не был воздействуем от вечной и всеистинной премудрости. Духом же святым подаемая сердцу боголюбивая теплота, во-первых, мирно вся и непристающая. Потом она все части души призывает к возлюблению Бога и вовне сердца не прорывается, но сама собой всего человека обвеселяет любовью некой безмерной и радостью. Ее-то достигнуть и должны стараться те, которые познали ее. Ибо естественная любовь есть признак того, что естество некако здравствует через воздержание, но она не может возвести ума в бесстрастие, как делает любовь духовная, благодатная. О светоносном воздействии на душу благодати и об омрачении ее под действием темных сил. Как окружающий нас воздух, когда дует северный ветер, бывает чист по причине тонкости некой и освежающего действия сего ветра. А когда дует ветер южный, тогда он как бы сгущается по причине какого-то отяжеления его от сего ветра, и из своих ему стран износящего и на всю вселенную наносящего некий сухой туман, так и душа. Когда приемлет воздействие от веяния истинного и святаго Духа, тогда вся бывает вне бесовского омрачения. А когда сильно обвивается Духом прелести, тогда вся покрывается облаками греха. Итак, надлежит нам всегда свое стремление всеусильно обращать к очистительному и животворному веянию Духа Святого, то есть тому Духу, которого пророк Иезекииль во свете ведения видел грядущим с севера, чтобы всегда чистую пребывала наипаче созерцательная часть души нашей. И мы сподоблялись нелестно входить в божественное видение в воздухе света, зря то, что во свете. Это и есть свет истинного видения. Как действует в душе Дух истинный и Дух прелести прежде крещения? И по крещении. Некоторые придумали, будто благодать и грех, то есть Дух истинный и Дух прелести, вместе укрываются в уме крещаемых. Почему говорят? Одно лице призывает ум к добру, а другое к противному тому. Я же из божественных писаний, из самого чувства, опытно, ума, постиг, что прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана гнездится в самых глубинах ее, покушаясь преграждать уму все правые исходы. С того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать внутри. Почему и находим, что как древле господствовала над душою прелесть, так по крещении господствует над нею истина. Действует после сего и сатана на душу, как и прежде, а нередко даже и горше того, но никак соприсущей благодати, да не будет, а дымя, как бы предумом, через мокротность тела приятностью бессловесных сластей. Бывает же сие по попущению Божию, чтобы человек достигал наслаждения добром, не иначе, как проходя через бурю, огонь и искушение, ибо говорится, проидохом сквозь огонь и воду и извел на еси в покой. Образ действия благодати Божией в душе. Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, духа, утаевая присутствие свое от самого чувства его. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения сердца своего, тогда она неизреченным неким словом беседует к душе через чувство ума, часть некую благ своих, сообщая ей. Вследствие сего, кто восхочет навсегда крепко выдержать в себе сие обретение, тот приходит к желанию отрещись с великою радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобресть то поле, на коем нашел он сокрытым сокровище жизни. Ибо когда кто отречется от всего житейского богатства, тогда обретает в себе то место, в коем укрылась благодать Божия. Затем, по мере преуспеяния души, и божественный дар благодати обнаруживает в уме свою благостыню, благотворность. Но тогда же и бесам попущает Господь более беспокоить душу, чтобы и научить ее рассудительному развлечению добра и зла и соделать смиреннейшую, по той причине, что когда подвергается она таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов. Через крещение святый дух вселяется в сердце, а дух злой извергается. Но этим не в конец пресекается покушение на грех. Мы по образу Божию есть мы умным духовным движением души. Тело же, как бы дом ее есть. Но так как преступлением Адамовым не только характеристические черты души осквернились, но и тело наше подпало тлению, то всесвятый Бог Слова воплотился, и как Бог через собственное свое крещение даровал нам воду спасения в возрождении, ибо мы возрождаемся в воде действием святаго и животворящего духа, вследствие чего тотчас очищаемся и по душе, и по телу, если приступаем к Богу с полным расположением. Присем дух святый вселяется в нас, а грех или отец греха изгоняется им, так как невозможно, чтобы при единстве и простоте характеристических свойствах души в ней сопребывали два эти лица, как думали некие. К тому же, когда божественная благодать через святое крещение сочетывает себя в безмерной некой любви с чертами образа Божия в залог подобия, где поместиться лицу лукавого, так как нет никакого общения света со тьмою. Итак, мы, текущие путем священных подвигов, веруем, что баню покибытия сквернообразный змей извергается из глубин ума. При всем том не дивимся, что и после крещения опять с добрыми помыслами испытываем их удые. Ибо баня освящения, хотя отъемлет скверну греха, но двойственности пожеланий наших не уничтожает и бесом воевать против нас, и обольстительные слова говорить к нам не возбраняет. Чтобы чего не сохранили мы в естественном оном, находясь в состоянии, то сохранили силы Божию, восприяв оружие правды. Благодать действует через чувства ума, а сатана через плотские чувства и влечения. Сатана, как сказал я, святым крещением извергается из души, но ему попускается по указанным выше причинам действовать на нее через тело. Благодать Божия вселяется в самую глубину души, то есть в ум, ибо, как говорится, вся слава через царевы внутрь невидимая для бесов. Почему, когда тепло воспоминаем о Боге, то чувствуем, что Божественная Любовь как бы потоком исторгается из самой глубины сердца нашего. Духи же злые на чувства телесные нападают и в них гнездятся, удобно действуя через подручную им плоть на тех, кои младенчествуют еще душою. Таким образом, ум наш по Божественному Апостолу всегда соуслаждается закон Духа. Чувства же плотские охотно увлекаются сластолюбивыми склонностями. Оттого в тех, кои ревностно преуспевают в ведении, благодать через чувства ума и самое тело обвеселяет радованием неизреченным, когда же нерадиво и беспечно течем путем благочестия, то бесы, находя нас такими, пленяют душу нашу через чувства телесные, насильственно влечая ее к тому, чего она не хочет убийцы. Против тех, кои говорят, что благодать и грех вместе обитают в сердце крещенных. Говорящие, что два лица, то есть дух благодати и дух греха вместе сопребывают в сердцах верующих, в подтверждении сего мнения своего из слов евангелиста свет во тьме светится и тьма его не объят, выводят, что светлость божественная нисколько не оскверняется от сопребывания с лукавым, хотя бы свет божественный некакое и приближался ко тьме бесовской. Но то же евангельское слово обличает таковых, что они мудрствуют не согласны со святым писанием. Ибо так как Бог слова, сей свет истинный, благоволив явиться твари во плоти своей, по безмерному человеколюбию своему вожжег в нас свет святаго ведения своего. Мудрование же мира не объяло, то есть не познало сего света Божия. По велику мудрование плотское вражда на Бога, то по сей причине богослов и употребил такое слово. И затем, сказав еще несколько слов, наводит сей дивный муж бе свет истины и же просвещает всякого человека, грядущего в мир, вместо руководит и животворит. В мире бе, и мир тем бысть, и мир его не позна. Во своя прииде и свои его не прияше. Елится же прияше его, даде им область чадом Божьим быти, верующим во имя его. И премудрый Павел в объяснении сего же речения «не прияше не познали» говорит, «Не за ней уже достигох или уже совершихся, гоню уже аще и постигну, о нем же и постижен бых от Христа Иисуса». Итак, не о сатане говорит евангелист, что он не познал света истинного, потому что он от начала был чужд его, но достойно порицает всем словом людей, которые, слыша о силах и чудесах Божьих, не хотят, однако же, приступить к свету веденья его по причине омрачения сердца их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok